КОЛОДУ КАРТ Француженка-владелица кафе, где он подрабатывает, а также хозяйка этих карт – Орликина. Лаки знает судьбу изгоев не понаслышке. Зверолюди, оказавшиеся рядом с ним, исчезают. И чтобы снять проклятие, Лаки отправляется в Мертвый лес. Место, откуда почти никто не возвращался. Но кто станет ключом к тайнам его судьбы и загадкам леса? Шаман и Хранитель Чужих Судеб? Призрак прошлого или юный маг, потерявший путь домой? И что за таинственный незнакомец Клод, с которым Лаки отправляется в свое путешествие? Без тьмы не может быть света. Так и в истории Тайшо и Элис существует реальный мир вместе с миром Зазеркалья. В этой новелле вас тоже ждет погружение в приключения, в мире Зазеркалья в части голов и реальный мир в части хвостов. И в Зазеркалье вас ждет обучение со знакомыми по предыдущим частям сказочными героями, а в реальном мире вам предстоит исследовать загадочные события в компании Вулфи и Рюши. Десять лет назад произошел инцидент, посеявший раздор между империями волков и лис. Но какое до этого дело лисицы Глоу, непримечательной сотрудницы Нии? Ее дни посвящены перекладыванию бумаг на работе и общению с любимым кактусом дома. Но вскоре ей предстоит пережить столкновение империй, чьи межпланетные амбиции проходят через трагедии и заговор. Сможет ли его раскрыть Глоу или сама станет его частью? Данная новелла представляет собой фан-игру по Lobatomic Corporation, где вы играете за агента из корпорации L. После перевода в другой отдел вы встречаете новые аномалии милых девочек, а не страшных монстров. Но кто они на самом деле? Так что вас ждет долгий и незабываемый цикл, в ходе которого вы отгадаете все загадки. Погрузитесь в мир корпорации L, познакомитесь с бытом агентов, а также пофлиртуете с аномалиями. Макото обладает силой Катадамы, позволяющей ему контролировать людей силой своего голоса. Желая изучить мир, он покидает деревню, где прожил всю жизнь. Но долгое путешествие выбило его из сил в небольшом городке. Там Макото знакомится с Ребеко Коро и с помощью силы Катадама становится частью ее семьи, а затем встречает еще нескольких девушек, у каждой из которых есть своя особая история. Поможет ли им Макото? И какова истинная природа его сил? Фрея. Молодая путешественница, которая направлялась в Дворец Серых, место, которое называет городом возможностей. Но в ходе путешествия она застревает в городке Эйвон-он-Рич, когда на него обрушивается внезапный туман. И ознакомившись с этим местом, она начинает загадываться вопросом. Не является ли туман чем-то большим, чем кажется на первый взгляд? И не связан ли он со странными событиями в городе? В этом мире люди отдают предпочтение логике над эмоциями, а кто-то имеет особые психологические особенности. Благодаря этому здесь низкий уровень преступности. Однако это продолжалось ровно до тех пор, пока не появилась некая Хейн. Она прозвала себя Жнецом Справедливости и поставила целью уничтожить всех, кто обладает психологическими особенностями. Одна из целей Хейн – юная Лусиана, которая становится свидетельницей жестоких убийств и знакомится с тремя таинственными женщинами. В три часа ночи ты звонишь по видеосвязи своему ироничному другу Микки. Он прекрасно знает, что ты сделала это, потому что скучаешь по нему, а потому не может удержаться от ироничных подколок. Ты знаешь, что он просто смотрит в веб-камеру, но на мгновение тебе кажется, что он смотрит тебе прямо в глаза. Он флиртует с тобой и знает, что на его флирт попадаешься только ты. Пожертвуешь ли ты немного своего времени? Одолжишь ли свои руки? А может, дашь воспользоваться твоей спиной? Или хотя бы можно взять твои ноги? Пожертвуй себя мне. И может быть, я предложу тебе свое сердце взамен. Хотя, мне не нужны ни твои ноги, ни руки, ни голова. Отдай их моим стражам или жрецам, или как там они себя называют. Удовлетвори их, и может быть, на следующей нашей встрече я не забуду свое предложение.